Евросоюз это также синоним исчезновения границ. Мы больше не имеем возможности принимать решения. Мы, Франция. Кто будет езжать во Францию, оставаться на нашей территории? Представляете, завтра откроют дверь вашей квартиры и скажут, в вашу квартиру любой может войти, потому что у вас все двери открыты и все окна распахнуты. Но ведь мой дом – это Франция, и Франция открыла все двери и все окна. Последствия – это массовая иммиграция, абсолютно анархического плана, абсолютно нерегулируемая, и которая абсолютно изменила лицо нашей страны. Массовая иммиграция, которая нарушает экономический баланс, социальный баланс, но и которая нарушает также образ жизни, и которая способствует... Об этом, к сожалению, мало говорят, способствует росту преступности. В чем еще последствия Евросоюза? Это ослабление нашей системы социального обеспечения. Ведь система социального обеспечения должна иметь национальный характер, и она обречена, если она становится всеобщей. Сегодня во Франции ситуация такова, что существует глубочайшая несправедливость между лицами, которые даже нелегально проникли на нашу территорию, то есть подпольными иммигрантами, которые часто имеют больше прав, чем настоящие коренные французы. Они получают бесплатное медицинское обслуживание, когда целая треть французов не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, потому что у них на это просто нет денег. Их размещают в приоритетном порядке в различных социальных домах, в то время как полтора миллиона французов ждут сегодня какого-то социального жилья. Во имя прав человека, Еврокомиссия и брюссельские технократы заставляют нас делать все более и более безумные вещи, все более и более отдаляясь от наших традиционных ценностей. Европейский Союз заставляет народы принимать законы, которые они не хотят принимать. Эти законы вступают в противоречие с нашими ценностями, и мы больше не можем защищаться. Много говорили о законе, разрешающем однополые браки. Вы должны знать, что Евросоюз заставляет голосовать за эти законы. Сегодня это Франция, вчера это была Испания, а завтра все страны-члены Евросоюза будут вынуждены принять закон об однополых браках и разрешить усыновление таким парам. И Евросоюз заставляет нас открывать границы, не заботясь нисколько о нашей безопасности, нисколько не заботясь о том, что мы становимся жертвой массовой массированной иммиграции. К нам приезжают иммигранты, и таким образом уровень жизни падает, население беднеет, и иммигранты получают права подчас равные или большие, даже чем коренное население. Я приведу вам несколько очень показательных примеров. В Евросоюзе мы сталкиваемся с крупной проблемой. Это проблема иммиграции цыган. 10-12 миллионов цыган в Восточной Европе проживают. Они, собственно, на правах полноправных членов Евросоюза окажутся на территории Европейского Союза. Проблема в том, что одной из самых привлекательных стран для таких иммигрантов является Франция. И это одно из любимых направлений для иммигрантов. И, несмотря на это, Евросоюз заставляет нас принимать их, предоставлять им социальное жилье в первую очередь. А если мы не предоставляем им жилье, поскольку они находятся на нелегальном положении, тогда Франция обязана выплачивать им 75 евро в день на человека. И скажу вам, что многие французы хотели бы иметь эти деньги ежедневно на жизнь. Есть немалое число французов, которые далеко не имеют таких доходов. Именно Европейский Союз заставляет нас во имя о соблюдении прав человека предупреждать заключенных о том, что у них будут производиться обыски в камерах. Господин осужденный, предупреждаем вас, что завтра у вас будет обыск в камере на случай, чтобы вы не нашли оружие или наркотики. У меня вызывает большое сомнение эффективность таких мер. Теперь нас заставили, неявно заставили проголосовать за однополые браки и за то, чтобы разрешить таким парам усыновлять детей. Сегодня мы должны включить в нашу систему образования гендерную теорию. Я не знаю, знают ли переводчики, что это такое, потому что никто не знает, что такое гендерная теория. Это пришло к нам из Соединенных Штатов. Это они заставили нас, собственно, вот этому глобальному методу чтения, который они навязали всему миру и который дал ужасные результаты. Гендерная теория состоит в том, чтобы говорить, что я не женщина, а Людовик не мужчина. Так, вы не мужчины и не женщины. Это общество, которое обусловливает и делает нас мужчинами или женщинами. Для нас это своего рода насилие, говорит гендерная теория. Мы, следовательно, должны детям объяснять, что у них нет пола, это унисекс. То есть они должны выбирать, быть ли им мужчиной или женщиной. И для этого нужно разрушить эту обусловленность и запретить мальчикам играть в машинки или играть с пластмассовыми пистолетами. А девочкам надо запретить надевать принцессины пластмассы.